Новая жизнь. Беседа номер 204. Жизнь, где мы будем просыпаться утром с радостью. Жизнь, где мы почувствуем, что мы радуемся тому, что мы живем, а не раскаиваемся в этом. И сделаем нашу жизнь лучше, эмоциональнее, насколько это только возможно. Тема нашей сегодняшней беседы – как построить самую базовую, естественную ячейку, где мы живем, и откуда мы выходим навстречу всем нашим успехам и достижениям в жизни. Как построить ее лучше? Семейную ячейку. У нас сегодня, к сожалению, есть в этом множество проблем. Мы что-то делаем неправильно. Мы в этом не виноваты. Нужно учиться, как построить новую семью в новом мире, в связанном мире, в новой реальности, и не ностальгировать о прошлом, не вспоминать бабушку и дедушку в деревне. В то время уже наверняка не вернется. Оставайтесь с нами, у нас будет много чему научиться практически. Ницца, введи нас, пожалуйста, в курс дела. В прошлой передаче вы описали положение, с которым мы полностью согласны. Действительно, ситуация в семье становится все более драматичной. Семьи распадаются, мы чувствуем себя все более разобщенными и ощущаем, что происходит какое-то сползание в пропасть. Мы хотим остановиться на этой точке, ведь мы чувствуем потребность в семье, и это привело нас в студию. У нас есть желание сделать что-то иначе, спасти ситуацию, изменить, воссоздать семью из той точки, в которой мы сейчас находимся. Быть может, вначале вы, как человек, обладающий интегральным подходом, можете нарисовать картину, которая позволит нам понять, как выглядит семья, живущая в соответствии с принципами интегрального воспитания. Прежде всего, мы должны понять, что эта тенденция и все, что с нами происходит, происходит согласно закону развития. Это заложено в природе, и мы только лишь наблюдаем и находимся в этом сами. И у нас нет и не было до сих пор никакой возможности управлять этим. Не то, что мы ошиблись каким-то образом или могли что-либо изменить, ни то и ни другое. Наше эгоистическое желание, которое развивается, диктовало нам все эти формы, и в нем мы все время живем в нашем усиливающемся эгоизме. И как результат этого мы дошли до того, до чего дошли. Мы с вами об этом много говорили. И, в общем, мы должны понять, что мы сейчас находимся в точке осознания зла нашего эгоизма. Мы начинаем видеть, насколько причина всего распада человеческого общества. Это только наше желание отдалиться от других, не чувствовать себя обязанным. Я никому и никто не относится ко мне, оставьте меня, и все. Нет у меня никакой потребности в вас, и я не хочу, чтобы у вас была какая-либо потребность во мне. Вот так вот. А когда я хочу, я могу позвонить всем, кто бы там ни был, там близкий или дальний. И вообще все человечество. Мы видим, что есть такая тенденция снова бежать из города, куда-то там на какой-то остров, или уехать в отпуск куда-то далеко, забыть обо всем. Осознание зла нашего эгоизма ведет ко всем этим вещам. Почему зло? Зло, потому что мы чувствуем, что в нас есть все-таки такие желания, что мы не можем их наполнить, а только лишь с помощью исправлений в отношениях между нами, и в семье, и с родителями, и в родственных отношениях, и вообще в человеческих отношениях. И род человеческий таким образом начинает терять свой облик. И здесь могут быть несколько путей. Один путь, по которому мы идем, не важно, что бы мы ни делали, как и до сих пор было. Это ничего не изменит. А мы продолжаем. Это мир, это человек, это природа. И куда природа нас ведет, так мы и пойдем с желанием или без него. То есть мы можем говорить о том, как будто мы едем в поезде. И в этом поезде мы можем говорить о чем угодно. Это не важно. Это ничего не изменит на нашем пути. Поезд едет. Поезд едет и едет. Какая-то цель, о которой мы не знаем точно. Но это то, что происходит. Либо мы на каждом этапе, который мы проезжаем на поезде, мы можем раскрыть, что жизнь становится все более нестерпимой. И здесь мы должны понять, почему это так. То есть если я отдаляюсь от других, если я могу устроить для себя более комфортную жизнь, если я следую за своим эгоизмом и вот так вот потакаю ему, готов наполнять то, что он требует от меня. Ты хочешь, чтобы я так делал, я сделаю. Ты хочешь, чтобы я сделал так, я сделаю. И все равно я иду и наполняю себя разными стремлениями, желаниями, склонностями. И вместе с тем я чувствую себя все более и более опустошенным. То есть я вдруг начинаю обнаруживать, как мы и говорили, где-то с середины двадцатого века и далее все более и более опустошенным. И эта опустошенность, это не просто так опустошенность, она доставляет мне большие страдания, отчаяние, разочарование. Я не чувствую себя живущим. Я уже не могу вернуться назад, но чем дальше я продвигаюсь вперед, я чувствую себя все более запутанным, неспособным как-то устроить себе что-то удобное. Хотя есть все возможности, и технология предоставляет мне их. Но я чувствую, что эта тенденция разрушительна. К чему это меня приводит? И здесь мы должны, может быть, немного больше раскрыть эти вещи. Это ведет меня к состоянию, когда я должен увидеть, что действительно настоящая прекрасная жизнь. Могу я ее построить не на том, что я отдаляюсь ото всех и изолирую себя, а наоборот. Если я начинаю создавать в себе иное отношение ко всем, вернуться к той общине, к той жизни, когда я чувствую в ней, что нет границ. Весь мир мой. Как когда-то я чувствовал в своей деревне, в таком маленьком обществе, но для меня это было всем миром. Я чувствовал, что все мы одна большая семья. И тогда я чувствую себя свободнее всего, а не так, как сейчас я нахожусь где-то в отдельной клетке, я свободный. Но я опустошен, я не могу себя ничем наполнить, хотя у меня есть все возможности. Тогда я был наполнен, я был совершенен, я был рад, я был уверен, я был как ребенок на руках у всех. И так чувствовали все в том состоянии. Это состояние именно сейчас, после всего этого тысячелетнего развития, все больше и больше начинает пробуждаться во мне и как бы требует своего воплощения. И сейчас мы достигаем такого состояния, что если я действительно исследую эту проблему и начинаю видеть, что не за счет секса и не за счет простого нахождения в семье. Я могу наполнить это. И не работа, разумеется, и не друзья, и ничто. Но здесь должна быть новая связь между мной и между ней, скажем, и вообще между мной и между всеми, между окружением, чтобы эта связь была внутренняя, чувствительная, что мы относимся к одному механизму. И насколько мы, каждый, вошли в свою клетку, именно за счет этого мы почувствовали, что мы нуждаемся в связи. Это называется осознанием зла. Пока мы не способны изолировать себя, нам кажется, что мы изолируем себя, и нам будет хорошо. Когда мы достигаем этой изоляции, тогда мы чувствуем, что я действительно могу быть свободным не в том, что я изолирую себя и не имею отношения к другим и не завишу от них, а когда я нахожусь в связи с другими, я, тем не менее, свободен. Здесь должны быть два этих условия осуществляться одновременно. Что это значит? Значит, что наша связь будет таким образом, что она не обязывает меня быть обязанным другим, а чтобы я делал это исходя из любви, по желанию. Чтобы я желал этой связи, как можно более тесной и как можно более зависимой, и отменяют всех, но чтобы эта зависимость была радостной. Такая зависимость, в которой мы раскрываем какую-то огромную прибыль дополнительную, более высшего порядка. Это, в сущности, следующая ступень, которой человечество должно достичь. Мне раскрывается пространство для ощущения жизни, после того, что я изолирован, нахожусь в своей клетке, мне раскрывается пространство, чтобы почувствовать жизнь на другом уровне, более высшей, более глобальной, неограниченной. Я думал, что я достигну неограниченности в том, что я изолирую себя и не буду ни от кого зависим. А здесь, наоборот, я достигаю понимания осознания зла и понимания, что неограниченной жизни я могу достичь, когда я буду связан со всеми в одной системе, и все дополняют всех, и тогда у каждого есть все, потому что он находится в тесной и взаимной связи со всеми. И эта связь доставляет ему радость, такой прекрасный внутренний всплеск любви. Она раскрывает нам такие каналы, что тогда лишь мы можем наполнить себя. Исходя из этого нового подхода, мы приходим к потребности и в сексе, о котором мы говорили в прошлых передачах, исходя из того, что я хочу быть связан, прежде всего, чувственно, внутренней женщиной, то есть потребность во внутренней любви, во внутренней связи. Тогда секс, он дополняет, он тоже связывает нас, он как бы дополняет. Это становится как бы оболочкой, а не причиной. Потому что причина потом исчезает, у меня нет никакой связи, я готов расстаться. Нет, здесь у меня прежде всего узы любви внутренней, и тогда все эти вещи, они как бы дополняют. То есть и семья дополняет, и дети, и вся моя связь с родными и более далекими людьми, пока весь мир не становится как одна семья. Когда мы достигаем состояния, когда еда, секс, семья, то, что мы говорили, что это животный уровень, за счет внутренней связи, как причина, как трамплин, приводит меня к еде, сексу, семье, к насущному как бы существованию на новом уровне. И это является выражением любви, и без любви мне никто не нужен. То есть потребность во внутренней связи. Любовь называется, когда я начинаю наполнять их желания, они начинают наполнять мои желания. И тогда мы находимся в той связи, которую мы хотели достичь, сидя за экраном. Когда я сижу за экраном со своей клавиатурой и принтером, который отпечатает мне еду и все, что мне необходимо. И исходя из этого я достигаю состояния, когда более высокая, более правильная связь не ограничена. Не то, что там несколько килобайтов в секунду такты связаны с другими, а безграничная связь. И не только безграничная, сама связь исчезает, потому что мы становимся как одно тело. И тогда нет связи между одним и другим, когда есть ты и я, и что-то нас связывает. А ты и я, мы становимся единым чем-то. Этого мы достигаем. Этого мы достигаем. И получается, что исходя из этого мы начинаем выстраивать все наши отношения и с родственниками, и с женой, и с сексом и так далее, и с природой. Тогда мы достигаем новой жизни на земном шаре, во Вселенной, во всем, что раскрывается. То есть главное то, что здесь произошло, то, что мы, эгоистическую форму связь между нами... Что означает эгоистическую? Потребительскую, личную, когда каждый строит себя за счет другого, сколько я получаю от остальных. Сейчас для меня важно, сколько я даю всем. Почему? Потому что с помощью этого я чувствую, что я отношусь ко всем. И что тогда? Да. И тогда я чувствую, что наполнение других становится моим наполнением. Что так я наполнял себя, я пытался наполнить себя, да и наполнял себя тоже за счет разных вещей. И я был в своей клетке одиноким, и у меня как бы было все. Но вдруг раскрывается мне такая потребность, как будто бы я не имею отношения к жизни. Я чувствую какую-то нужду, какое-то большее желание на следующем уровне, то, что сейчас развивается. Все человечество начинает уже чувствовать это. Поэтому находится в депрессии, поэтому самоубийство, наркотики, именно в тех развитых обществах, которые могут дать каждому возможность быть независимым, не относиться к другим. Именно в этих обществах мы обнаруживаем депрессию, разводы, отчаяния. Все есть и нет ничего. Это раскрывается новое пространство, новая потребность. Мы стараемся наполнить ее сейчас разными виртуальными связями. Но это не получается. Это не получается. Это пока что вещь проходящая, мы скоро увидим. Люди присытятся и компьютерами, и смартфонами, и всеми этими связями. Они захотят, они поймут, что связь должна быть внутренней. Но здесь у нас есть пространство, мы не можем быть связанными, и тогда наша жизнь рассыпается. Мы находимся в своих отдельных ячейках, не можем связаться, и у меня нет никакой пользы от жизни. Никакой. Я как будто бы нахожусь в гробу, в своей этой клетке, и сейчас уже, и нет разницы. Я проезжал рядом с кладбищем, я вижу, сейчас строят такие, как бы, клетки. Представь себе, что ты находишься уже в этой клетке, со своим компьютером и со всем, и связываешься с другими такими клетками, где находятся другие мертвецы. Пока что находитесь в связи, так в чем разница? Раскрывается новое пространство. Коммуникации, не ограниченная по килобайтам в секунду, не в линиях связи, а таким образом, что я обязан почувствовать всех, потому что в этом я испытываю недостаток. Это новое ненаполненное чувство, это то, что раскрывается. Это в дополнение к тому, что я вижу, что я не могу наполнить себя разными другими вещами. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Я в этом тоже прихожу к разрухе. Потребность к истинной внутренней связи и понимание того, что если я не связан с миром, я не чувствую свою жизнь. С помощью этой виртуальной связи мы потихоньку приходим к состоянию, когда весь мир становится территорией для ощущения жизни. Сегодня, если ты не слышишь новости, ты не знаешь, живешь ты или нет. Если ты не чувствуешь, что происходит, ты как будто бы не чувствуешь жизни. Это только лишь начало этого нового пространства. Если ты не связан с другими, если ты не чувствуешь, что происходит в них, ты не ощущаешь жизни. Животному это не нужно, а человеку – да. Это началось давно, это уже тысячи лет развивается, это культура. Мы с помощью этого хотим передавать ощущения друг другу и так далее, то, что есть в человеческом роде. Можно остановиться на этом моменте? Да. То самое ощущение, если ты не связан с другими, то ты не чувствуешь, что ты живешь. Ты живешь как бы в могиле. Постепенно, это еще не раскрылось буквально, но мы приближаемся к этому. Да, да, понятно. Образ понятен, даже если немного утрирован. Ощущение… Понятно. Я могу сказать, что я как глава семьи, отец четырех детей. Есть много моментов в моей жизни в семье. При этом я могу находиться дома, могу находиться вне дома, неважно, где это происходит. Но с точки зрения ощущения, у меня есть чувство, что у меня есть семья, все нормально, но внутри, на эмоциональном уровне, ты чувствуешь одиночество. И именно перед лицом этого одиночества я хочу спросить, что это за ощущение жизни, о котором вы говорите, в которой не могу писать словами, но я чувствую, что мне этого не хватает. Даже не могу понять, чего не хватает. Мне кажется, что именно об этом вы говорите, поэтому я и попросил остановиться на этом более подробно. У меня есть жена, дети, все в порядке. Но зачастую я чувствую, что эта связь, она бы могла… У меня есть ощущение, что это мне могло бы обеспечить качество жизни, качество связи, жизненные силы в бесконечное количество раз больше, чем у меня есть. Поэтому я и остановился на этом предложении, когда вы сказали, что ты чувствуешь, что сейчас, живя по формуле, как можно больше получить, и хотя ты чувствуешь, что у тебя есть свой личный угол, но там у тебя нет жизни. Что означает, что там нет жизни? Понимаете, о чем я говорю? Ты не можешь обеспечить то, что ты чувствуешь, то, чего тебе не хватает. Это не жизнь с семьей, это не жизнь с женой или с родителями. Ты чувствуешь себя опустошенным. Ты выходишь на работу, возвращаешься, ну, болтаешься так, как и все. Пользы от этого нет. Пока что эгоизм растет, спрашивает тебя, в чем смысл в жизни. Ты не находишь смысла в жизни. Постепенно, чем дальше ты развиваешь все эти отпуски, путешествия, спорт, телевидение, фильмы, смотришь то, что мы развиваем. Это все для того, чтобы наполнить человека каким-то ощущением, что он живет. Согласно потребностям, даже над потребностями, которые мы раскрываем, есть люди, которые уже заботятся о том, чем мы их наполним. И мы видим, что это не получается. Человечество деградирует, потому что не способно обеспечить. Ведь мы всего лишь чувствующие элементы. Мы желание насладиться, желание получать. Я должен получать наполнение. И это называется наслаждением. И мы не способны получать наслаждение. Ты приходишь ко мне и спрашиваешь, чего мне не хватает жизни. Ты работаешь, ты зарабатываешь, ты едешь в отпуск. Ты на выходных с детьми выезжаешь куда-то попутешествовать. Ведь ты выходишь в ресторан с своими друзьями или родственниками. Дома у тебя все есть. Все, что есть у современного человека. Две машины у тебя и у жены. Чего не хватает? И если ты действительно проведешь честный анализ, то ты увидишь, что тебе не достает. Чего ты не можешь сказать. Верно. Мне не хватает ощущения жизни. Ощущения наполнения. Или другими словами, наслаждения мне не хватает. Наслаждение – это такое слово, оно как будто бы какое-то порочное. Наслаждение, он хочет наслаждаться. Да, я хочу наслаждаться, я хочу ежесекундно, нам трудно это представить. Я хочу ощущать ежесекундно, что я наслаждаюсь, что я радуюсь. Все время. Я уже не привык к этому, я уже не знаю, я уже не понимаю, как можно все время наслаждаться. Это как будто бы гадко. Мне, может быть, придется пожалеть немножко о чем-то, чтобы почувствовать еще больше наслаждения. Немножко проголодаться, чтобы потом насытиться, да, может быть, так. Я еще не начал наслаждаться, я уже думал о том, как я буду сожалеть о чем-то, чтобы побольше насладиться. То есть мы не привыкли наслаждаться, не привыкли получать наслаждение. И здесь заключается проблема – это то, что пробуждается в человеке. Он говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Ты видишь, сколько людей кончают жизнь самоубийством. Лучше взять какие-то наркотики. Ты увидишь, что скоро, как сегодня мы запрещаем сигареты, курить – это вредно. Я говорю тебе, это прелюдия к тому, чтобы легализовать наркотики. Я хотела бы сказать… Это тенденция. Для чего человеку курить? Пусть покурит что-то, что оторвет его больше от жизни. Даст ему ощущение наполнения. И так и будет. Я хочу поделиться немного тем, что я почувствовала в этих словах. В каком-то месте я почувствовала, как будто мне сменили пластинку. Почему? Потому что есть такое выражение – свободен и счастлив. Свободен и счастлив. Но что? В моем внутреннем переводе это выглядит иначе, как поется в одной песне. Свободен – значит, абсолютно одинок. А сейчас вдруг вы говорите мне, что быть свободным – это значит в действительности быть соединенным и взаимосвязанным. Это значит что-то… Как тот свободный человек, который был тысячи лет назад в общине. Да, как когда-то прежде. Да. Хотя я этого еще не ощущаю в сердце, в моей голове как будто сменилась пластинка. И я сказала себе, быть свободным – значит быть соединенным и взаимосвязанным. И в этот момент Орен говорит, минутку, но в таком положении я чувствую себя опустошенным. Я уже начинаю ощущать, что это одиночество, не так уж приятно мне. Но я еще не знаю, как получать удовольствие от семейных отношений. Как я могу при этом наслаждаться? В действительности это те отношения, от которых я убегала. Как я вдруг могу начать получать от них наслаждение? Какие изменения произошли во мне или в моем отношении к семье, что вдруг из состояния, когда я бежала от семьи, я прихожу к тому, что опять начну наслаждаться ею? Как это происходит? Если любовь будет прежде всего? Очень просто. Что это означает? Потому что раньше это была эгоистическая потребность, а сейчас должна быть эльтруистическая потребность. Что? Мы создали семью, а о сексе мы говорили прежде. Да. В сексе мы выясняли это, что если мы достигаем сначала любви, то он осуществляется и дает хорошую добавку. То же самое здесь. Мы создали семейные узы, исходя из естественного стремления и из желания окружения, когда естественное стремление, побуждение с помощью эгоизма уменьшилось. и соответственно этому уменьшилось давление со стороны общества на семью. И вообще уже понятие семьи как бы начинает рассыпаться, исчезать, становится чем-то таким эфемерным. И да, и нет, и здесь, и там, я могу жить здесь, и дети там, и жена тоже где-то. Это все называется семья. То есть вещи все такие уже зыбкие, это уже не то понятие семьи, когда общий дом и все связано вместе. И я говорю так, мы можем вернуться к понятию семьи, если мы разовьем прежде всего любовь. Как мы говорили, обсуждая секс. Давайте рассматривать каждое понятие по отдельности. Поскольку каждое понятие — это отдельная тема, мы хотим изучить ее досконально. Итак, мы можем говорить о семье лишь постольку, поскольку мы говорим о любви. Когда мы начинаем с любви и любовь, которая бескорыстная. Что это значит у нас? Есть бескорыстная любовь, это нечто очень высокое, духовное. Мы говорим о земной любви. Независимая любовь — это когда я прежде всего начинаю узнавать человека, согласно нашей возможности наполнить желания и пространство друг в друге. Когда я с помощью упражнений, буквально упражнений, начинаю раскрывать себя и его, и начинаю чувствовать, насколько я наслаждаюсь тем, что я наполняю его, и насколько я получаю наслаждение от того, что я открываю себя тому, чтобы он наполнил меня, доставил бы мне наслаждение. Это, в общем-то, должно быть прежде любому другому виду связи. И снова мы говорили о том, что если я достигаю такой связи с кем-либо, и так мы связываемся. Это, конечно, с помощью семинаров и нового воспитания. Здесь все это должно работать таким образом, не то, что человек сам может это сделать. Но мы уже можем немного как-то сократить эти процессы, или снова надо обсуждать, что такое семинар, что такое связь. Понятно, когда мы говорим о связи, о том, как открыть другого, как я могу открыть себя, с помощью чего мы можем наладить связь, и как я могу освободиться от внешнего образа человека и начать чувствовать его внутренний мир, когда я хочу узнать именно его характер, его наклонности, его желания, стремления, его чаяния, такие внутренние, которые он сам, может быть, не знает. Но мы вместе проверяем его, и вместе проверяем меня, и вместе учимся, как мы можем наполнить друг друга. И когда мы видим, что таким образом мы можем связаться и развиваться, и начинаем ощущать в этом какие-то новые наполнения, а наслаждение, о котором мы говорили прежде, я могу ощутить здесь новое наслаждение, новое наполнение, которое намного более постоянное, чем то, что у меня было в еде, сексе, в семье, в том, что было прежде. Здесь я раскрываю новое пространство, новое желание, которое я могу наполнять и наслаждаться, и наслаждаться от того, что я наполняю. Любовь начинает здесь работать практически, как с детьми, скажем, у нас, в нашем состоянии в этом мире, то, что мы чувствуем. И тогда, если мы можем продвигаться взаимным образом, это уже называется основой семьи, это называется союз, хопа, договор, союз, ктуба. Что такое союз? Мы хотим осветить связь между нами, это брачный договор. Что значит осветить? Привести его к взаимной отдаче. Это называется святость, отдача взаимная. И тогда в связи между нами мы вдруг раскрываем взаимные желания и взаимные новые наполнения. Ну, так, между словами, они называются шхина, как говорится, муж и жена, и шхина между ними. Это некое название. У меня технический вопрос. Новая связь. Решение о построении новой связи на новом уровне, как вы сказали, любовь прежде всего. Могу ли я? То есть я не могу вернуться обратно в прошлое? Я предполагаю, что я могу идти в направлении новой связи, вырабатывать новый подход в связи между нами. Даже если я женат на ней много лет, у нас есть дети. Не нужно возвращаться в прошлое, жениться и подписывать ктубу. Ты просто так подписался. Хорошо, так можно начать это делать сейчас. Да. Это будет основа. Мы начинаем именно с отношений между нами, как основы построения новой семьи, нашей семьи заново. Верно. Хорошо, окей. То есть основы хороших отношений в семье, прежде всего, это отношения между родителями? Прежде всего. Между родителями, это имеется в виду? Между супругами. Между супругами, да. Предположим, мы создали семью, мы уже являемся родителями. Конечно, конечно. Дети учатся из примера. Это значит, что для того, чтобы быть с хорошими родителями, мы прежде всего должны работать над супружескими отношениями и только из них начать раскрываться навстречу детям. Ты не будешь знать, откуда начать, откуда учиться. Относительно детей у тебя есть естественная связь, но выстроить с ними взаимность, чтобы они были правильно связаны с тобой, а ты с ними. Для этого тебе нужно передать эту связь с животного уровня. Что значит с животного уровня? Естественно. Естественно, когда я делаю это не задумываясь? На уровне, на котором ты формируешь себя. То есть, что мы делаем на животном уровне, мы делаем не осознанно, а на более высоком уровне сознательно? Да. Скажем, я осознанно выстраиваю некий процесс, начиная смотреть на семейные отношения в иной форме, более осознание в отношении семьи. Теперь я смотрю на семью и вижу, что семья – это разновидность системы, потому что вначале есть одна связь, а потом из нее рождаются новые связи. И сейчас я замечаю, что у каждой связи есть свой характер. Мы говорили о том, что такое семья, почему пара. Пара – это как ячейка, которая становится чем-то одним с помощью этой взаимной связи, и тогда они вызывают этим объединение всего человечества. Начинают с пары супругов, и есть у них примеры, как соединиться, как связаться со всеми в этом. Потому что это не относится к супругам, это не какая-то их интимная связь. Мы из нашей интимной связи видим, как мы можем быть связаны со всеми таким же образом. Потому что это не обязывает семью или детей или секс, это связь в одном сердце. Вы сейчас сказали о том, что если я умею выстроить связь с супругом, то смогу на самом деле взаимодействовать со всеми. В кругах – дети, родители, родственники и так далее, и так далее. В семье у каждого есть своя особая роль, и это получает немного иную окраску. Скажем, в семье действует принцип равноправия. Как он проявляется там, где существует некая иерархия? Ведь при равенстве в значительной мере разбивается иерархия, которую мы описали прежде, когда наверху находится отец, затем мать, а потом дети, и роли там очень ясны. В процессе дезинтеграции каждый из нас утратил свою роль в семье. И поскольку мы играем другие роли, то и связи между нами носят иной характер. Как все-таки мы учимся разным видам связей в соответствии с различными ролями членов семьи и внутри этой системы? Предположим, я даже могу сказать, что чувства, которые я испытываю к одному ребенку, несколько отличаются от тех, что я чувствую по отношению к другому. Ну и что? Как я начинаю строить такие связи внутри семьи? Ведь я вижу, что есть разные характеры. Ты не видишь, ты устраиваешь семинары. Окей, что же самое первое, самое важное из того, что предстоит мне испытать в качестве родителя? Нет, нет здесь родителей, на семинарах нет родителей, детей, все равны. Минуту, а кто участвует в семинаре, я не понял? Семья. Все? Все. Всех возрастов? Вся семья, все возраста. Хорошо. То есть все члены семьи? Вся семья. У души нет возраста. Кстати, а почему вы об этом сказали? Потому что внутренняя наша часть, которая родилась во взаимной связи между нами, это общее желание, которое мы вместе наполняем, я в ней, она во мне, и мы связываемся тем самым как одно целое. Это называется душа. То есть наш семинар, это семейный семинар, а не только для родителей? Нет, в начале это между родителями, чтобы они поняли эту технику, они также ходят на какие-то внешние семинары, там их обучают этому. Ведь они не знают этого. После того, как они научились там, нашли связь между собой внутреннюю, и эта связь работает более-менее во всех событиях, которые они проходят в своей жизни, и также в этом внешнем семинаре там их учат, как быть с детьми. Но несмотря на то, что это дети, с ними нужно быть на равных. Я бы хотел здесь немного задержаться, хотя это не по порядку, но ничего страшного. Я понял так. Есть принцип, это основополагающий принцип для построения новой семьи, вы назвали его, в трех словах, прежде всего, любовь. Да. Если прежде всего любовь, то этот принцип... В чем причина связи? В чем причина связи? Прежде всего, причина была эго, использовать всех ради себя. Мы достигли в этом осознания зла. Когда я сижу в одной клетке, у меня нет ничего. Да. Это как в гробу. Необходимо достичь другой связи, не эгоистической, а в отдаче. Нет ничего, кроме этих двух сил в природе. Плюс-минус. Все. Нет другого. Как мы достигаем действительно связи с помощью отдачи. Об этом мы начали говорить. И сейчас мы говорим об отдаче, когда я выхожу, допустим, относительно нее, выхожу в связи, в которой я хочу наполнить ее, что она хочет, что может быть ей приятно. Любить – это называется делать приятно другому, хорошо другому. И она чувствует, что я все время хочу сделать ей что-то хорошее. Это называется у нее, что я люблю ее, но и она тоже должна немножко пробудиться от своего эгоизма и должна тоже также взаимно относиться ко мне. понять, что я хочу, и также поспешить и наполнить те же пространства, те желания. То, что один наполняет желание другого без всякого требования в ответ, это называется, что он его любит. И в этом взаимном движении мы настолько сближаемся друг с другом, я как будто бы вхожу в нее, а она как бы входит в меня, и мы становимся одним телом. Но как дети присоединяются к этому? И будут как муж и жена, и… Но как присоединяются дети, ведь мы уже связаны с семейными отношениями. Секундочку. После того, как мы уже душевно, внутренне понимаем друг друга, мы устраиваем семинар с детьми. Мы потихонечку, то, что мы уже прошли сами, начинаем делать с ними. Что делать? Очень просто. Прежде всего, можно устроить для детей отдельные внешние семинары, чтобы их немножко развили. Но мы учим их, как правильно связываться друг с другом. Мы все товарищи. Все сидят вместе. Все сидят вместе. Папа, мама, дети. То-то маленький, он как будто бы самый большой. То-то большой, он как будто бы самый маленький. Отец, он всех обслуживает. Мама заботится о всех, хотя она также правит. Подождите, подождите, я растерялся. От полноты чувств я растерялся. Все сидят вместе. После того, как папа и мама начали любить… Законы семинара. Законы семинара. Законы семинара. Законы семинара таковы, что на семинаре нет маленьких и больших. Все равны. Все равны. Мы можем чувствовать себя большими, а в другой раз менее всех. То я говорю, что я думаю, а в другой раз я принимаю то, что говорит другой. Я принимаю. И тогда я меньше него. И так мы достигаем одного уровня. Каждый начинает развивать чувства к другому. Как на семинаре, когда мы говорим об этом. Мы не спорим друг с другом, не противоречим. Это не обсуждение, а соглашаемся, соглашаемся, добавляем, пока не начинаем находить в этом какой-то внутренний поток. И мы действительно можем находиться в согласии. Исходя из работы, в согласии, усилия в согласии, мы достигаем взаимосвязи. Все более и более внутренней. Исходя из взаимосвязи, мы достигаем того, что каждый начинает все более внутренне ощущать другого. Мы стараемся наполнить ближнего. Ближнего. Ну, это не совсем ближний, скажем. Дети, женщина, когда ты наполняешь их, стараешься наполнить их, ты показываешь им, что ты наполняешь их, стараешься это сделать. И они отвечают тебе тем же. То есть эти упражнения достигают состояния, которое называется любовь между членами семьи. Не между мужем и женой, а между всеми. И тогда эта взаимосвязь, которая родилась, она и называется семьей. Если ее нет, то нет семьи. Вы замечательно сказали, связь, которая зарождается, это и есть семья. Да. Тот факт, что физически у меня есть семья, еще не делает меня членом семьи. Это животный уровень. Связь создана, и здесь я хочу выяснить момент, который не поняла до конца. Вы говорите, что все равны, это я поняла. Слова, иногда я большая, иногда маленькая, я перевела для себя так. Поправьте меня. Когда я ощущаю себя большой, это значит, что я сейчас говорю и прислушиваются ко мне. А когда я маленькая, когда говорит, например, мой сын, и в этот момент он большой, а я слушаю, и я мала относительно него в этот момент. Да. Таков смысл сказанного, я бы назвала это внимательным слушанием. И так ты с ними в таких отношениях. Когда он что-то требует, так он больше. А когда ты обслуживаешь его как мама, так ты меньше. И так происходит. А в другой раз ты говоришь, что ему делать, как и так далее. Всегда мы в таких двойственных отношениях. Да, это навело порядок в моей голове, потому что когда я говорю, я большая, а когда я слушаю, я маленькая. И поэтому это называется равенство. Ведь по существу каждый важен. И в тот момент, когда он говорит, роль всех остальных членов семьи в том, чтобы слушать. К чему я прислушиваюсь? Быть маленьким и относительно него. Это действие, которое я должна выполнить, чтобы не просто слушать, иначе я вообще не слышу. Если я думаю, что я умнее, больше знаю, мой жизненный опыт больше. То есть я даю ему выразить себя. А сама нахожусь в стороне и пытаюсь... К чему я прислушиваюсь? Ты хочешь обрести его желание. Что это значит? Потом тебе придется их наполнить. То есть нужно понять его потребность, что именно он хочет, что ему нужно, в чем он нуждается? Когда я делаю себя маленького, я тем самым могу войти в него, потому что я отменяю себя перед ним. Я вхожу в него, я как будто бы вхожу в его желание. И тогда я вижу и чувствую, что он хочет, что он требует, от чего он страдает, что происходит в нем. Это когда я маленький, я могу войти в него и обрести его желание. И когда я делаю себя маленьким, он говорит мне, он раскрывает мне свое желание. Он больше раскрывается. Да. А затем я делаю себя большим относительно его желания и наполняю его. Поэтому один раз мы маленькие относительно других, другой раз мы большие относительно других. И из этого возникает взаимная связь на равном уровне. Мы все равны. В чем равны? В том, что каждый желает раскрыть желания всех и наполнять эти желания. Поэтому все мы равны. Кто мы меньше остальных, кто мы больше остальных. Я скажу, что я почувствовала, когда вы это описали. Скажем, я сравниваю специально. Когда, скажем, супруги или взрослые люди выполняют такой процесс. Например, я могу выслушать Орана, а Оран может выслушать меня. Но мы находимся в ситуации, когда я могу сказать, что мы равны. Ведь мы оба взрослые, у нас обоих есть жизненный опыт. Когда я смотрю на ребенка 4-5 лет, то, естественно, что у меня больший опыт. Я понимаю больше него, а он еще мал. И мне труднее почувствовать себя маленькой и действительно прислушаться к нему. Нет, ты маленькая относительно него. Пожалуйста, уточните это. Потому что у тебя есть естественная любовь к нему. Ты очень внимательно слушаешь его. Чем он меньше, тем ты больше. Что он хочет? Младенец на руках. Мама все время смотрит на него. Что он хочет? Что я еще могу сделать для него? Он такой маленький. Что я могу сделать для него? Может быть, еще что-то. Все время смотрит на него. Верно. Так она маленькая или большая? Она маленькая. Маленькая. Потому что его желания, его, этого тела Плотского, они управляют ей. Правильно. Я скажу вам, где здесь проблемы, исходя из моего опыта. Поговорите минутку. Он мал. Откуда он знает, что он хочет? Я знаю, что хорошо для него. Так наполни его. Но тогда я во многих случаях вижу, что это ошибка. Ведь я думаю, что знаю, что хорошо для него. Нет. Здесь мы говорим о хороших, правильных выяснениях. Если ты входишь таким образом, что ты отменяешь себя перед его желаниями, и ты не хочешь чувствовать себя и свою критику, ничего, как ты сейчас говоришь. Только его желания и только. Иначе это не называется любовью. Любовью называется, когда я наполняю то, что он хочет, а не то, что мне кажется, что ему нужно. Не будь такой мамой, диктатором, а не мамой. У меня есть вопрос. Да. Вы объяснили, каким образом они проводят семейный семинар. Но я не понял. Я хочу реализовать это. О чем говорить? На какую тему? Вы объяснили технологию, законы, взаимоотношения между ними в процессе дискуссии. Но когда они сидят, о чем они говорят? Обо всем, что хочешь. Переведите какой-нибудь конкретный пример. То, что им интересно. Товарищи, отношения между товарищами, телевизионные передачи, футбол, неважно что. Но мы говорим об отношении нашим к этим явлениям. Я понимаю, что с детьми это немножко трудновато. У них нет такого большого мира с такими чувствами. Но их отношения, они также не могут раскрыть себя, они не психологи. Иногда им трудно выразить, чего они хотят. Да. Мы говорим об играх, о том, что их занимает. Что-то из их жизни? Да, из их жизни. Но мы хотим войти в их жизнь на равных. Что значит на равных? Как они? Что это значит? Я принимаю всерьез то, что он мне рассказывает. Потому что мы работаем с их желаниями. Желания пока маленькие, еще не созревшие. Но все-таки я, если хочу быть в связи с ним, я должен быть на его уровне. Что могу сказать, например? Я скажу так. Давайте сядем и поделимся впечатлениями, как прошел день. То, что он хочет. То, чем он живет. Ты знаешь, какие проблемы, какие игры, какое отношение в классе, во дворе, неважно где. Об этом я и говорю. Давайте сядем и поговорим. АБВИ мы должны опуститься на уровень зон, для того, чтобы позаботиться о них. Точка. Эту точку я не понял. Я собираю всех. Я не верю в том, что нас поймут на телеканале для родителей. Я собрал членов семьи, настроил себя на то, чтобы наладить связь с ними. Я маленький, они большие. Я, может быть, как отец должен возглавить обсуждение. Я пришел, собрал всех, папа, мама, дети. Я говорю, друзья. Кстати, что я должен сказать? Ну, побеседуем. Мы много раз беседовали. Сегодня особый случай, мне кажется. Чтобы была причина. Причина, пусть мама испечет какой-то пирог вкусный, папа купит мороженое, какую-нибудь там колу, еще что-нибудь. Хорошо, закажем пиццу и колу. Что дальше? Мы сидим все вместе. Сели. Что дальше? Все. Но сейчас, как я понимаю, должно начаться обсуждение. Обсуждение. С чего мне начать? Сейчас мы и что дальше? Ну, что у тебя там слышно с товарищем или еще что-то? Или мы между нами начинаем говорить? Таким образом, что они слушают и входят вместе в это. Что-нибудь такое, что относится к семье, имеет отношение ко всем, им тоже это интересно. Хорошо. Прежде чем вы объяснили, как нам садиться, о чем говорить, вы сказали, у души нет возраста. У внутреннего желания, которое есть в каждом, которое может наполниться только через связь в любви, это есть у каждого. Это есть у ребенка. Это может быть взрослый и развить у него, как у ребенка. И поверь мне, весь мир такой. Ну и что? Как нам добиться успеха в нашем заседании, в нашем обсуждении, на нашем семейном семинаре? Преодолеть различия? Нет, не преодолеть различия. А как нам удастся пробудить эту точку внутреннюю, которая жаждет связи, которая есть у каждого человека? Как нам сделать это совместное семейное действие? Это постепенно возникает из беседы, из умения услышать, исходя из того, что ты вводишь здесь какую-то атмосферу тепла, заботы, взаимности, терпимости, соучастия. Вы оба даете примеры. И дети, они очень чувствительны к этому. Они вдруг начинают раскрываться, связываться. Действительно можно сказать, что смысл такого обсуждения, в котором есть какое-то желание или внутренняя цель, в том, чтобы прислушаться к потребности. В этом, в принципе, идея. Конечно. Потому что цель – это раскрыть желание ближнего, услышать его потребности. Кроме того, простая рекомендация. В тот момент, когда вы, как супруги, не знаете, как начать, с чего говорить, проведите семинар в вашей группе, вы увидите, насколько вы в обсуждении между вами, у вас появляются такие находки, такие интересные начала. Это становится мудрость толпы. На семейном семинаре? Да. Не будет проблемы. У меня есть еще вопрос. Ой, наше время заканчивается. Поскольку время заканчивается, оставим. Но все же я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Запиши его, может быть. Я запишу. У меня еще есть много вопросов. Я бы хотел спросить так. Каков основной базовый принцип, который может служить нам компасом в направлении построения новой семьи? Находить семьи и одиночек, которые хотят почувствовать теплую семейную ячейку и не знают, как это сделать? Это не полные семьи, холостяки. Это мы. Мы уже супружеская пара. Если мы супруги, у нас есть семья, мы хотим построить нашу семью заново в соответствии с тем, чем мы научились сегодня. Дайте нам одну фразу, которая будет нам как луч света, как компас для построения новой семьи. Прежде всего, строить правильную связь между отцом и матерью. Это понятно. На семинарах, на нашем воспитании, кроме семьи, и там их учат, как проводить эти упражнения в семье. Это понятно. Хорошо. Или для детей делают еще дополнительный курс, тоже среди детей на таких семинарах наших. Наше время закончилось. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ницца. Большое спасибо. Спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.